Все думают, а падают в соседний город, называется Розетта, слышали такое? Город, где нашли камень, черный камень, который в музее лежит. В Ригитском национальном музее, после входа сразу, с правой стороны, есть какая-то черная фигура, где ученый, который он не смог привезти. Это музей в Каирском? В Каирском. Нету там черного камня. Вот там вчера были? Да. А, он не показал? Нет. Заходим и сразу здесь статуя. Здесь маленькие такие. Я помню, что зовут, работал в Каирском, по всеми городами. Мы только здесь, где-то, соответственно. А что за камень-то? Мы живем рядом с музеем, надо еще разлить. Это камень просто очень большой. Камень на публикум, у нас там. Здесь 799, у меня даже красавчик. Камень, который был в Каирском, который был в Каирском, там, мы смогли перевести латвисы, которые написаны на всех стерах. Когда мы срабатываем греческим алфавитом и иероглифом. А почему она должна быть на других языках? На других языках. Один из них, один из них язык, это греческий. А второй язык, третий египский. А третий какой? Копский. Молодцы. Копский, это язык детский, копского языка. Булафута, Булачао, Белого языка. Наша иероглифа, только когда греческие иероглифы, они размешают вместе в одних новых языках. Это древний египский, по правилам, но по алфавитам это греческий. 28 греческих бушек и 7 знаков, 7 иероглифов, или 7 знаков древнего египского языка. Это копский язык, который язык, и вы его использовали на сих пор, и где-то будет церковь. Ваши спешенники муются на этом медведе. И, в египте, считается на тонкой земле.